Вообще, надо сказать, что янтарный бизнес, ну даже в таком диком состоянии, как сегодня, приносит шальную прибыль. Вот совсем недавно генеральный прокурор Юрий Луценко открыто сказал, что теневые доходы на янтаре сопоставимы с оборонным бюджетом Украины. Речь идет о десятках миллиардов гривен ежегодно. И это ведь важный аспект, деньги, которые просто не могут появиться в законном обороте, чисто без какой-нибудь схемы или нарушения закона. Таким образом, каждый доллар, вырученный за украинский янтарь, пока еще его добычу не легализовали, это просто качественное удобрение для коррупции в нашей стране. Давайте обсудим это все с Дмитрием Добродовым, секретарем парламентского комитета по предотвращению и противодействию коррупции. Он у нас в студии. Спасибо, Дмитрий, что пришли. Дмитрий, ваш прогноз. За оставшиеся четыре пленарных дня в парламенте удастся рассмотреть представление на вот этих пятерых депутатов. И вы сами верите, что вся вот эта янтарная спецоперация, она дойдет до логического своего завершения, то есть до решения суда. Ну, первое, если посмотреть на регламентные процедуры, это все зависит от воли регламентного комитета, потому что сейчас было поддание, до понедельника депутаты, на которых есть поддание, должны подать свои тлумачения того, что есть, потом есть 20 дней, до 20 дней, не больше, регламентного комитета. Он может рассмотреть за один день, а может рассмотреть на 20 день. Если рассмотреть на 20 день, тогда это перенесется на осень. Если рассмотреть сразу, тогда мы наступного пленарного тижня сможем про это голосовать. То есть пока в интересах вот этой подозрительной пятерки, как ее уже окрестили в СМИ, как можно дольше затягивать этот процесс? Ну, например, не являться на заседании по там... Это можно рассмотреть и без их присутствия, это добровольная, а не обязательно, а их присутность. Этот момент как раз показывает про то, что то, что мы должны сделать прошлого года, то, что обещал еще спикер, будучи спикером Гройсман, еще 5 вересня прошлого года мы должны голосовать конституционной большинства за полное знание недоторганности. Потому что мы видим процедуры, так, из всех депутатов. Давайте напомним, уже лет 15, наверное, депутаты ходят на выборы с обещанием снять себя депутатскую неприкосновенность. Так и в этот раз, 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 и в голосовании все прячутся в кусты, понимаешь? Більшисть, большинство, большинство политических сил, я в том числе, как депутат-мажоритарник, обещал, и мы наполягаем, мы навіть скерували ответственный лист до коалиции, негайно выполнять эту задачу, потому что это была обещанка, которую требует. Тогда бы мы не мали всех этих проблем, не мали бы втекачев, так, мы згадуем Нищенка, мы згадуем Клюева, Новинского пригадуем, сколько было разумов про то, что терминово требует снимать недоторганность, а не спрятать до ответственности. Питание одно, этот парламент рекордсмен по значению недоторганности. До речи, никакого не было отхилено, но никакой дела нет в суде. Да, но надо зрителям здесь объяснить, что депутаты, которые сбегают, они пользуются вот этой лазейкой, что пока депутаты в Верховной Раде лишают их парламентской неприкосновенности, депутатской неприкосновенности, они в этот момент пакуют чемоданы, наверное, кэшем, и просто себе успевают сбежать из страны. Сейчас есть очень хороший запобежник. Нехай не будет пока что 300 голосов конституционных, хотя это дымно. Спикер парламенту говорит, что нет голосов. Это не спикеры выясняются. Нехай голосуют партии, фракции, отдельные депутаты, а общество видит, кто их в черговый раз обдарив, а кто нет. Но есть еще один законопроект, который высаживает 226 голосов, которые сейчас зарегистрированы в парламенте, которые касаются, если против депутата порушена криминальная справа, как в данном случае, против этих 5 депутатов, им заборонено покидать территорию Украины. Абсолютно элементарная законодательная инициатива, которая бы покрала правильный край тому, что они втекают просто в Крыму. Как Вы думаете, вот эти представления о снятии неприкосновенности в этот раз, 4 дня всего осталось, снова акцентировано на этом, они не заблокируют и на эти 4 дня работу парламента? Я не думаю, что они заблокуют, потому что будет час визначитаться всем фракциям и депутатам. Взагалі, что делать? Я гадаю, что где-то уже сейчас они визначились. Те представления, которые я читал, конечно, приголомшают, потому что этого раза, я наголошу, этого раза доказы, которые там представлены, есть достаточно важными и достаточно серьезными. И суспольно-резонансными. Поэтому тут, поверьте мне, что тот, кто будет вагаться в этом плане, тричьи подумает, поза как эта тема будет дополнительно размусульваться. Дмитрий, вот, кстати, еще есть одна любопытная часть вот этой всей спецоперации. Это участие ФБР. Что Вам об этом известно? И вообще, на каких основаниях спецслужбы других стран могут участвовать у нас в действиях антикоррупционных? Мне прекрасно, про это известно. Это было анонсовано, как Вы правильно сказали, працю в антикоррупционном комитете, как контролирующем органе, еще минулого года у нас на заседании комитета Артем Ситник анонсировал, что они будут заключать иноземные спецслужбы, потому что мова идет про офшорные компании, мова идет про социальные отношения с иноземными, назовем это так, мафией, с злочинными группированиями. И, в принципе, тут ничего дивного нет, есть спецслужбы. И, наконец, вспоминаем, про Насирова, спецслужбы, власне, Великобританії, вы дали информацию про его гражданство. В данном случае, использование спецслужб американских, это абсолютно логично. Главное, оно перейшло в практичную площадку. То, что у нас есть проваление в законодательстве, потому что там была провокация хабаря, так, безусловно, это будет для юристов, депутатов, будут надзвичайно шпаринкой, и это то, что нам нужно в парламенте принять, чтобы эти шпаринки забрать. Продолжаем разговор с Дмитрием Добродомовым, секретарем парламентского антикоррупционного комитета. Дмитрий, смотрите, Верховная Рада уже очень долго никак не может решиться проголосовать за увеличение полномочий для НАБУ. Этого, кстати, требует МВФ, еще раз напоминаю нашим телезрителям. Не могут никак создать антикоррупционный суд. А вам не кажется, что этого вообще никогда не произойдет, учитывая последнее напряженное отношение между некоторыми народными депутатами и нашими антикоррупционерами. Я так не думаю, потому что это ключевые законоприятия не только в умовах МВФ, а и в умовах с нашими европейскими и американскими партнерами. Поверьте, про это была мова и в Вашингтоне, когда был президент. Это та часть, которую мы не видели по телебачению. Мова идет, перед всем, про доступ НАБУ до автономной прослушки, доступ до корреспонденции, работы под прикрытием. И антикоррупционный суд, который черным по белому записан, проголосованы конституционной большинство в парламенте, конституционной реформы, створенную специализованного антикоррупционного суду. Просто у нас немає закону, который регламентует его работой. Так же, как и в СССР, в СССР, у нас есть конституционный обязательный обязатель, который выполняет их выполнять, а закону, который бы давал возможность это делать, так, пока нет, хотя он был одним из первых, который был подан в этой каденции Верховной Рады. Что до работы НАБУ, я сам співавтор в большинстве законов, которые давали в зеленое светло, а на сегодняшний день я задоволеный теми затриманными результатами, которые они показывают. Проблема в том, что дальше, конечно, это впирается в суды. То есть, получается, пока такие суды у нас остаются, ждать приговоров нам не стоит. Значит, наша группа народного контроля в парламенте зарегистрировала еще минулого року законопроект про довічное увязнение для топ-корупционеров, где визначено, что заборонено корупционерам, или тех, кто подозревается в зловленных хабарах, выходить под заставу. Это та же паринка, которая даёт возможность большинстве, взагалі, выйти под заставу. Дмитрий Добродомов, секретарь парламентского антикорупционного комитета, был гостем подробностей недели. Спасибо вам большое. Ну а мы продолжаем.